Очень любим. Мы очень любим свой город, и мы его ценим. Поэтому и взяли по несколько участков. Нам обидно, что сейчас дворы стоят грязные, просто грязные. Нам проходить противно. Но мы ничего не делаем, потому что компания поступила с нами так. Рабочий день дворников начинается в 4 утра. Нужно успеть привести в порядок более 60 соток территории. Это уборка дворов от мусора, листьев или снега. Зачастую из-за нехватки персонала и сравнительно небольшой зарплаты один сотрудник берёт на себя сразу несколько участков. Зимой и осенью работы прибавляется в несколько раз. На ноябрь-декабрь мы работали на износ. Извините, можно я скажу, сколько мне лет? Мне 69 лет. Я вкалывала, как и шаг. Мне помогали внуки, ко мне приходили дети на участки, помогали. И для того, чтобы убрать всё это, чтобы до Нового года всё было вычищено, вырезано, они всё это проверили, нам подписали все документы, но денег они нам не дали. В общей сложности город лишился 35 дворников. Без заботливых рук специалистов в первую очередь страдают жители Балаклавы. Дворы стоят неубранные, регулярно поступают жалобы на управляющую компанию, говорят люди. Уборки не производятся. Вы понимаете, дворы стоят грязные, люди там митингуют, кричат, приходят в управляющую компанию, спрашивают, задают конкретный вопрос, когда выйдут на свои рабочие места дворники при домовой территории. Им просто тупо отвечают, когда надо, тогда и выйдут. Дворники не вышли на работу после того, как закончился договор управляющей компании Балаклавского района с подрядной организацией ИП «Фолга». За несколько месяцев до завершения контракта прекратились и выплаты. По предварительным подсчетам горожан общий долг у предприятия около 2,5 миллионов рублей. Когда мы обращались к Ткачуку коллективно, приходили к нему в кабинет, он не обещал, просто не обещал ничего. Он просто выгонял нас и все, не хотел говорить. В последний раз мы пришли к нему в прошлый понедельник. В прошлый понедельник на нас наорал его заместитель, Орел Виктор Иванович, очень по-хамски, делал неприличные жесты. Ну вообще орал, нехорошо орал. Телефонный разговор с начальником юридического отдела УК Балаклавского района ситуацию не прояснил. Виталий Роковой подтвердил, что какая-то задолженность есть. Но вопросы необходимо задавать индивидуальному предпринимателю. В этом же разговоре юрист начинает противоречить себе и говорит о том, что выплату задолженности нужно решать уже через суд. Насколько я знаю, есть какая-то задолженность. Но это вопрос гражданско-правовой, который решается в абсолютном порядке. То есть здесь все необходимо решать путем урегулирования правового, а не такими способами. Как бы все сотрудники, которые действительно у нее работали, они перешли все к нам, кто хотел. И все получают заработную плату. Людей безвыходное положение, людям нужны деньги, я это все прекрасно понимаю. Но в основном большая часть коллектива отказалась выходить к нему работать. Редакция телеканала НТС направит официальный запрос в департамент городского хозяйства с просьбой разобраться в работе управляющей компании, а также ответить на вопрос, когда дворникам выплатят зарплату и кто понесет за это ответственность. Яна Витренюк, Дмитрий Фомин, СЕФ, Информбюро.